ребят всем привет меня зовут фил это канал честный блог наконец-то в моих руках оказался пятый пиксель да дружище я давно до тебя хотел дотянуться и поэтому есть возможность сравнить его с другими камера фонами 2020 года а именно galaxy note 20 ultra звук прямо сейчас идет с galaxy note 20 ultra также мы конечно же сравним его с айфоном 12 pro max айфон 12 pro max привет тебе естественно huawei my 40 pro huawei my 40 pro звук идет с него и прямо сейчас вы услышите звук с пикселя 5 как всегда пройдемся полностью по всем возможностям фото и видео в темноте 4k все это дело поснимаем ну и сделаем определенные выводы я думаю что будет интересно меня зовут фил ты канал честный блог погнали кстати друзья моем тесте участвует samsung galaxy note 20 ultra и он на снэп дрэгоне если хотите купить его а может быть хотите купить 4 пиксель а может быть sony хотите купить mark 2 то внизу ссылочка на моих друзей компания цифрус используйте кстати именно эту ссылочку и получайте подарок не забывайте промокод диджефил ну и сразу кстати друзья давайте посмотрим как же выглядит у нас фронтальная камера и кто же класснее всех снимает ну я бы сказал так huawei очень бледное лицо прямо реально очень бледное лицо а вот в айфоне например темноватое лицо немножко такое серое какое-то на самсунге но неплохое лицо я бы сказал так и на пиксели тоже неплохое лицо но не можем немножко может быть темноватое короче меньше всего мне нравится айфон и меньше всего мне нравится huawei ну и как вам звучание напишите пожалуйста в комментариях что думаете а мы двигаемся дальше а Ну что, друзья, как вам звучание? Мне показалось, что Samsung и iPhone звучали хуже, чем Huawei и Pixel. Я бы сказал, что разный, конечно, характер, поэтому интересно ваше мнение. Как вам? Какая-то красивая. Каков. Ну это у нас Full HD 30 кадров в секунду. Смотрим на разницу в температуре, ну как минимум, потому что на всех видео разное. И самое странное видео, наверное, на Samsung. Уж слишком оно такое бронзово-оранжевое. И, кстати, на Huawei очень желтое, странное видео. Самое правильное, наверное, на iPhone, хотя там лицо красное, ну и Pixel куда-то туда. Здесь тоже по цветам все немножко разное, и засветы у всех разные. А вот это очень интересный момент. Смотрим на Huawei и насколько периодически пропадает детализация на Huawei. Здесь Pixel очень засвечен. Huawei дает картинку другого цвета. iPhone неплохо. И Samsung тоже неплохо. На Pixel прям такой засвет, и все очень, надпись достаточно толстая получается. Вообще интересно смотреть, как неоновую надпись обрабатывают все, потому что все это делают по-разному. У кого-то очень тонкая она, например, как на iPhone. У кого-то более толстая, как на Samsung. Но я не говорю про другие цвета. Давайте смотрим стабилизацию и как в темноте работают наши камеры. На Pixel в самом конце, посмотрите, засвечена стена. На Samsung, кстати, есть засвет, а на Huawei и на iPhone нет его. iPhone вообще очень плавненько идет, хорошо. Это Full HD, 30 кадров в секунду. Здесь, опять же, переключился Huawei, только что был совсем другой цвет. Ну, кирпич у всех по-разному выглядит, но я не могу сказать, что мне нравится, как он выглядит, например, на Pixel. И Huawei, опять же, посмотрите, как порой просто пропадает детализация. Стоит немножко сделать движение и все. Это уже широкоугольная камера, здесь будет поинтереснее. Думаю, что разница будет гораздо более заметна. Вот, например, на iPhone, как всегда, детализации нет. Посмотрите, кирпичи просто провалились все. На Samsung хорошая детализация. На Huawei, не знаю, что Huawei покачивается стоит. Ну и Pixel очень дает жирный такой след от этой неоновой лампы. Мне кажется, что это засвет. Но, опять же, здесь Pixel тоже в конце засвечивает. Samsung дает синюю картинку. Huawei в конце тоже засвечивает в конце туннеля. И iPhone неплохо. Но iPhone, к сожалению, по детализации будет страдать. Будет много шумов и так далее. И еще смотрите, как все качается. Не качается только ширик на Samsung. Все остальные прямо реально покачиваются. А вот как он снимает ширик на Huawei. Хорошо по сравнению со всеми. Посмотрите, какая прикольная разница. Интересно. Ну и еще раз смотрим на стабилизацию. Pixel шатается. Samsung в порядке. Huawei такой плывет. И iPhone вообще очень сильно шатается. Но при этом надпись на iPhone в самом конце. Она, мне кажется, лучше всего отображается. Ее прямо можно прочитать. А у других похуже. А это уже 4K. 4K 60 кадров в секунду. И здесь, опять же, цветопередача. У всех разная. Samsung, кстати, здесь лучше отрабатывает. Но Huawei по-прежнему желтит. iPhone краснит. Samsung тоже краснит. Мне кажется, Pixel, кстати, неплохо был по цветам. А вот здесь, посмотрите, хорошо, как работает iPhone. Да? Прямо отлично. Потому что какая жирная получается надпись на пикселе. То есть он не может вообще совладать с этой неоновой надписью. Хотя казалось бы, да? Ну и посмотрите, какой цвет у нас на Huawei. Типа он вообще не может определить цвет. И поэтому ходят какие-то желтые тона. С чем это связано, я не знаю. И лечится ли это. Но надеюсь, что лечится. Так, 4K. В целом стабилизация неплохая у всех, я бы сказал так. Но она уже по большому счету не отличается от Full HD. То есть все хорошо. А вот здесь смущает картинка. Почему она везде такая темная, а на Huawei такая светлая. На iPhone настолько темно, что я даже не вижу, как там с шумами. Но при этом посмотрите, как классно работает надпись в конце на iPhone. Лучше всех. У всех просто хуже. У Pixel вообще плохо. А у остальных хоть куда ни шло. Так что iPhone хорош. Я думаю, что сейчас именно то время года, когда обязательно нужно начинать обзор с новогодней елки. Тем более, что это очень сложный предмет с огромным количеством фонариков. Посмотрим, как справились наши конкурсанты. Ну что, издалека можно сказать, что Samsung немножко ушел в розовые тона. А Huawei может быть слишком желтым стал. Давайте посмотрим поближе. Значит, у Samsung засвечена елка. А на iPhone, например, не хватает немножко красных оттенков. Давайте посмотрим вот на этот кусочек. Вот тут должен быть красный цвет. Он красный на Samsung. Красный на Pixel. Красный на Huawei. На iPhone он менее красный. Собственно, синенькие тоже. Все цвета на iPhone чуть более блеклые. Надпись Parkin. Лучше всего получилось на Pixel. И мне кажется, вообще, в принципе, фотография лучше всего получилась на Pixel и на Huawei. Но зато обратите внимание, что делает iPhone. А, тут, наверное, выключилось. Так что нет. Ну, судя по этой зоне, деталей больше всего на Huawei. На Samsung и iPhone меньше всего. Samsung, наверное, меньше всего деталей. И на Pixel. Хорошо. Еще одна елка. Вот с этой елкой вообще гораздо сложнее. Samsung засветил. iPhone засветил. На iPhone еще, посмотрите, отражение от линз. И iPhone очень светлую картинку сделал. Хорошо справились Huawei и Pixel. На Huawei вообще меньше всего засветов. Больше всего засветов на iPhone и Samsung. На Samsung еще детализации не хватает. Посмотрите. Вся ель не в фокусе каком-то. Не знаю, как так вышло. А Huawei, опять же, посмотрите, хорошо как делает. Все эти рассказы про то, что у Pixel какой-то невероятный динамический диапазон. Но посмотрите, в темноте Huawei очень круто. Единственное, по цветам вот тут Huawei напутал. Дает слишком желтую картинку. А должен быть цвет все-таки как на Pixel. И еще один очень сложный предмет. Очень он яркий. И Samsung все засветил. Huawei все засветил. Здесь уже лучше всего справились iPhone и Pixel. На Samsung вообще ничего не получилось. Huawei в этот раз не очень. Pixel. Pixel отлично. Pixel лучше всех справился. Допуская, что на Pixel была тут самая темная, например, картинка. А на других самая светлая. Ну, это жизнь. И на Samsung опять засвечено и меньше всего деталей. Видите, как забавно, да? Две фотографии Huawei тянул. Потом раз и не получилось. Так, а вот эта ель мы уже с ней виделись. Но теперь это двукратное увеличение. Причем на iPhone оно оптическое. А у всех остальных, по сути, это кроп. Ну и у Pixel, соответственно, это супер технологии компании Google. Parkin опять лучше всего на Pixel получился. Samsung слабенько. Опять хорошо по цветам и за светом на Huawei. Но на Huawei что-то немножко смазалось. Напомню, что на Huawei нет оптической стабилизации. Есть только цифровая. Pixel здесь слабее сделал. Samsung слабо. iPhone, ну, средний. Короче, Samsung вот в этих всех сценах с ярким светом, да? Вы обратили внимание. Слабее всех. Кстати, если включить пятикратный оптический зум на Huawei и на Samsung, то вы видите разницу, да? Как круто на Huawei. Samsung. Samsung есть над чем работать. Прям магическая такая картинка получается. А это заправка. На iPhone все ушло в желтые тона. Здесь, опять же, неправильно отработана надпись Look Oil. Если смотрим на детали, на iPhone тоже меньше всего. Но пора посмотреть в действии ширик. Обратите внимание, какой неширокий ширик на Huawei. При том, что засветов получается на нем меньше всего. На Pixel засветы. На Samsung поменьше засветов. На iPhone неплохо. Но надпись лучше всего на Huawei. Но зато совершенно неширокий ширик. И, кстати, в теплые тона ушел Huawei, iPhone. А Samsung и Pixel остались в правильных тонах. Только какой-то зеленцой отдает. Но детализация ширика на Pixel и на iPhone оставляет желать лучше. На Samsung и на Huawei гораздо интереснее. Это вот я заехал сюда. Знаете, здесь было вообще темно. Вот только этот зеленый фонарь светил. Но вообще тут очень темно. Соответственно, включен ночной режим. Я вам могу сказать, что сидя в машине, я не видел номера. То есть было очень темно. Все смартфоны справились хорошо. Но на Pixel очень много шумов. На Samsung есть акварелька такая. Неплохо iPhone. Huawei тоже неплохо. Но вот Pixel, наверное, слабее всего по шумам. Про детали я даже не знаю. Все справились в целом хорошо. Смотрим еще одну фотографию на широкий угол. Еще раз обращаем внимание, что на Huawei очень неширокий. Вот на всех смартфонах влез еще вот этот дом справа. А на Huawei ничего не влезло. Но при этом на Huawei самая четкая картинка получается по детализации. Дом прям очень круто выглядит. Здесь, кстати, и Pixel неплохо справился. Вот iPhone слабее всех. Еще одна сложная картинка. Тут, знаете, даже сложно понять, как бы, кто лучше. Лучше тот, кто сделал самую яркую картинку, как на iPhone. Но при этом все засветил, например. Или как на Pixel сделал все темно. Или как на Samsung и Huawei более-менее одинаково. А вот на что можно обратить внимание. Так это на детализацию. Вот эта паркетная доска на Pixel по сравнению с Huawei, по сравнению с iPhone и Samsung вообще никакая. То есть на Pixel вот тут детальки просто пролетели. И мне нравится, как получились лампочки на iPhone. Потому что они вот именно маленькие. Без вот этих ореолов, которые есть на всех остальных смартфонах. Но я пошел дальше. Я включил ночной режим. И ночной режим прям, ну, выжег прямо. Samsung выжег картинку. iPhone, кстати, тоже стал очень красным. Pixel неплох. Pixel подтянул детализацию на паркете. И теперь самая слабая детализация на Huawei. Интересен еще вот этот момент. Samsung видит вот здесь какие-то темные пятна. Но Huawei их не видит. iPhone не видит. И Pixel видит что-то. Короче, какая-то обработка интересная. А вот еще фотография из этой же серии. Неоновая надпись. Опять же темнота. И посмотрите, Huawei не понял, какого цвета надо ее делать. Поэтому он сделал ее рыжей. Хотя она должна была быть красной. iPhone пересветил, да? Ну, значит, давайте подведем небольшой итог по ночной съемке. Samsung не справляется с яркими объектами. Ёлку хуже всех фотографировал. Он и по детализации, честно говоря, тоже. Pixel тоже, честно говоря, не сильно порадовал. И мне больше всего понравилась ёлка, например, на Huawei. iPhone дал такой средненький результат. Ни туда, ни сюда. Как любят писать в комментариях, iPhone дает стабильный результат. Ни туда, ни сюда. Окей, двигаемся дальше. Теперь мы с вами поговорим о портретах. И начнем с портрета моей собаки Берри. Как вы понимаете, фоткать собак, людей в условиях недостаточно освещенности это крайне большая проблема. Тем более, что, ну, собака должна прямо сидеть-сидеть. Ну что, на iPhone у нас меньше всего деталей по шерстке. Pixel, кстати, тоже, смотрите, все очень темно сделал. Я бы сказал, что хорошо здесь фотка получилась на Samsung. И на Huawei неплохо. И еще интересный момент, что на Huawei есть размытый фон сзади. И на Samsung есть размытый фон сзади. При том, что это размытие именно оптическое. То есть, это не портретный режим. Следующий портретик сделан на основную камеру. Ну что, тут прям интересно. iPhone дает немножко красноватое лицо. А вот на Huawei я вижу, знаете, небольшие искажения. Вот так по диагонали немножечко. Яйцеобразная голова получается. Вообще, все в целом портретики хорошие получились. На Samsung детализация слабовата. Ну, мы уже выяснили, да, из предыдущих фотографий, что на Samsung в темноте детализация немножко страдает. iPhone хорошо, Pixel хорошо, Huawei хорошо. Samsung мог бы и получше. И еще Samsung ничего не сделал практически вот с этими фонариками, которые есть сзади. Остальные сделали и получилось красиво. А Samsung как-то вот просто заблюрил и не отработал. Именно не отработал. То есть, искусственный интеллект мог сделать красивые фонарики. А это уже двукратное увеличение, кроме айфона. Здесь 2,5 оптический зум. Здесь уже лица у всех не кривые, нормальные. И вот на айфоне уже не хватает деталей, потому что на телевичке светочувствительность меньше. Huawei кайфово, кайфово, просто прямо кайфово. Pixel, Pixel на самом деле слабее, чем Huawei делает. Посмотрите по детализации. Ну, как мне кажется. Но самый важный косяк, который есть на Pixel, обратите внимание на размытие заднего фона. Это хорошо видно по этим лампочкам. Внизу он практически не размыт, вот здесь. Но чем он двигается выше, тем больше размытия. Я уже обращал внимание на этот косяк на пятом пикселе. Это именно на пятом пикселе такая фигня. Снизу вверх идет размытие. Как будто бы это просто запрограммировано вне зависимости от сцены. И это, честно говоря, хреново. Я вам покажу фотки, где прям это странно. Ну, по деталям, короче, Samsung самый слабенький в моем представлении. И опять он ничего не сделал с фонариками. А вот посмотрите, как красиво iPhone сделал фонарики. Вот еще одна фотография, на которой видно косяк пикселя. Ну, что же это такое? Давайте смотреть. Вот здесь у нас плечо. У нас ничего не размыто. Но мы двигаемся дальше. И все размывается. Сзади тоже видно, да? Фонарики снизу не размыты. Идут наверх, размываются, размываются. Короче, это прям какая-то программная штуковина. И вне зависимости от сцены она работает вот так. Плохо пиксель. Это прямо плохо. Портретный режим у тебя, в общем-то, должен хорошо работать. А без вот таких заготовочек. Так, по остальным чего? Ну, у остальных вот таких косяков нету. То есть, размытие идет плавненько к концу кадра. Лица у всех получились по-разному. Но на Samsung опять не хватает детализации. Хорошая детализация на iPhone. Все-таки напомню, что у нас iPhone делает портретики в ночном режиме тоже, если надо. Huawei тоже неплохо. Я не знаю, какой цвет лица где лучше. На iPhone немножко такой свинцовый. На пиксель такой розоватый. Samsung не очень шелтоватый, зеленоватый на Huawei. Как вам кажется, где цвет лучше всего получился? Лица. Так, ну вот на этом портретике Samsung выделился. Выделился и ушел в желтый цвет. Все сделали норм. Samsung ушел в желтый. Давай смотреть детали. На пикселе деталей не хватает. На Samsung даже деталей больше, чем на пикселе, как будто бы. Huawei отлично. iPhone отлично. Еще один портрет смотрим. И в первую очередь давайте обратим внимание вот на этот светящийся предмет под названием Asus. Который засвечен на Samsung и на iPhone. На пикселе хорошо. Huawei ушел в голубые тона. Теперь давайте смотреть на сам портрет. Смотрите, на пикселе самый грустный у нас платон получился. По деталям сказать пока сложно, но мне кажется, что на пикселе деталей не так много, как хотелось бы. Вот на Huawei прям по деталям хорошо. iPhone, Samsung. Samsung тоже не очень. Прямо сегодня радует Huawei по деталям. Ну и вот это, друзья, очень важная картинка, потому что в ней пиксель очень сильно лоханулся. Это портретный режим. Если исходить с того, что все-таки законы физики работают, то если у нас одно лицо в фокусе, второе лицо в фокусе не может быть. И поэтому, так как у нас все сфокусировалось на переднем предмете, я, естественно, ничего не нажимал, то второй должен быть у нас в расфокусе. Но на пикселе такого нет. На пикселе все в фокусе. Все люди в фокусе. А вот на Samsung, например, второй ребенок в расфокусе. На айфоне второй ребенок в расфокусе. На айфоне все, конечно, слишком желтое. На Huawei, кстати, все зеленое. Лица зеленые. На P40 лица были красными. Здесь лица желтые. Прямо откровенно желто-зеленые. И вот здесь, кстати, по деталям Huawei очень слабенько сделал картинку. Ну и он тоже как-то особенно не стал размывать лицо второго ребенка. Короче, самые правильные с физической точки зрения у нас получились Samsung и iPhone. Это, конечно же, мелочь. Но интересно, что она у одних есть, а у других нет. И странно, что ее нет у пикселя. Ведь пиксель у нас не яросети, все дела. Но это были портретики в темноте. Портретик на улице. Как выглядит? Как всегда, у всех немножко по-разному. Айфон самый светлый получился. Пиксель, опять же, кверху все размывает гораздо сильнее, чем внизу. Но вот что интересно, по деталям самый классный у нас iPhone. Потому что здесь используется телевичок. И поэтому он выигрышней. Во всех остальных случаях используется основная камера. Кропс основной камеры. На Huawei слабенько. На Samsung чуть получше. На пикселе тоже так себе. И посмотрите, как красиво все на айфоне. Телевичок это, конечно же, круто. Но в дневное время, в темноте, он делает картинку слабее. А вот портретики в полумраке. Посмотрите, как все темно на пикселе. И как все светло на айфоне. У всех получилось размытие. Правда, могу сказать, что Samsung не с первого раза мне размыл. Но все-таки объект находится достаточно далеко. И Samsung не врубался. Можно ли размывать или нельзя? У всех остальных проблем было меньше. Ну а что получается по деталям? Очень темные, конечно, лица. И на Samsung, и на пикселе. Самое лучшее лицо, мне кажется, на Huawei. И самая лучшая детализация. Посмотрите, прям шапочка видна. Прям видна текстура шапки. Это очень круто. Ни один из смартфонов этого не сделал. А это двукратное увеличение. Опять же, пиксель очень темно. iPhone светло, Huawei светло, Samsung темновато. Все размыли, все хорошо. Вообще, размытие у всех выглядит красиво. У каждого по-разному, но размытие же можно настраивать. И вот здесь уже кроп с основной камеры. На всех, кроме айфона. И Huawei уже здесь не дает такую хорошую детализацию. Здесь, может быть, даже по деталям пиксель поинтереснее. Но на пикселе очень темное лицо. Просто, друзья, ну запомните, что когда вам будут говорить, что пиксель это лучший для фото людей. Ну посмотрите. Ну где же он здесь лучше? Не, я тоже поклонник пикселя. Мне нравятся фоточки. Но вот, ну вот же реальность, да? Вот она выглядит так. При том, что на пикселе же еще этот HDR+, и прочее. Но ведь не работает. Как-то вот так, как должно быть. Я не знаю, может я придираюсь с ним. Может вам, конечно, такое темное лицо нравится больше, чем светлое. Не знаю. Ну окей, зашли в помещение. Делаем фотографию. Тут, конечно, всем проще. Ну и что? Пиксель в итоге, опять же, наверху. Посмотрите, ошибается. Ошибается. И съел он шапку. Кстати, деталей на шапке на пикселе, опять же, поменьше. Ну, то есть на Huawei их больше всего деталей. Samsung тоже слабенько по деталям. iPhone лицо приятного цвета. Но Huawei опять вот какие-то розовые немножко туда ушел. По этим фотографиям, кстати, вы могли заметить, как много я мучаю своих детей и свою супругу. Это Александра, моя супруга. Напишите, пожалуйста, подбадривающий комментарий Александре, а то она в следующий раз откажется фотографироваться. Опять же, пиксель дает серое лицо. На Samsung получше. Huawei, честно говоря, тут как-то намалевал. И хорошо на iPhone, но на iPhone у нас тут 2,5-кратное увеличение. У всех остальных просто кроп. И еще я сделал фотографию с 5-кратным увеличением. Почему-то iPhone здесь нету. Цифра пока не может победить оптику. Смотрите, какое классное увеличение на Samsung и еще более классное на Huawei. Ну, очень круто. Детализация просто шикарная. Совершенно другой уровень возможностей. Но пиксель, понятное дело, здесь ничего толкового сделать не смог. Но как бы можно лучше. Ну что, друзья, давайте промежуточный стоп. Итак, портретики. Что вы скажете? Я скажу, вот этот косяк у пикселя, где он снизу вверх размывает фотографии, это прямо ужас. С какого это вдруг перепуга? Мало того, пиксель достаточно много ошибается. В портретиках я это показывал. Вот здесь, например, размыт вверх. Ну, короче, не могу назвать пикселя королем портретной фотографии. Как его на самом деле многие называют. Возможно, просто подтянулись конкуренты. Возможно, iPhone стал хорошо фотографировать. Вы обратите внимание, какая фантастическая детализация на Huawei. Вот эта фотография, например, да? Посмотрите, как круто Huawei сделал по сравнению со всеми остальными. Samsung, честно говоря, не очень, я бы сказал так. Ничем глобально не выделился. iPhone, как и Samsung, привод куда-то туда. Два вот таких стабильных телефона. Ну и давайте еще посмотрим фотографии, в том числе и селфи. Этой фотографии мы можем оценить работу HDR. Пиксель и iPhone засветили софтбокс. А Huawei и Samsung смогли как будто бы внутрь пролезть и сделать правильной фотографией. Еще, наверное, стоит обратить внимание, что на пикселе очень вот здесь темный фон. А на iPhone он достаточно светлый. На Huawei, кстати, тоже темный фон. И на пикселе еще очень много шумов. Смотрим, да, вообще очень много шумов. Больше, чем у всех. Ну и вот здесь вот давайте посмотрим клавиатуру. На пикселе в темных местах шумов больше, чем все остальные. И детализация, кстати, тоже так себе. Здесь на этой фотографии я бы сказал, что все справились хорошо. Кстати, это студия Radio Record, если вдруг кто не знает. Давайте посмотрим по детализации, кто класснее. Но здесь все одинаково, ничего не видно. А вот здесь детализация на пикселе и еще чуть лучше на Huawei. На iPhone слабо и на Samsung тоже так себе. И эта же фотография уже на широкоугольный модуль. Давайте обратим внимание, что на Huawei даже что-то можно разглядеть. На iPhone самый худший. На пикселе чуть получше, наверное, чем на Samsung. Ну и дневная фотография, без них тоже никуда. Самая темная фотография получилась на Huawei. Самый светлый у нас iPhone. Samsung, кстати, немножко добавил какую-то такую зеленую серость. Пиксель, ну пиксель как пиксель. По деталям можно сказать, что все в целом справились неплохо. Ну все-таки, извините меня, день. Все видно, все камеры все видят. Эта же фотография только на широкий модуль. Смотрите, как широко на iPhone. На Samsung тоже хорошо. А вот пиксели Huawei ширики очень неширокие. По деталям тут лучше всех делает фотку Huawei. Регулярно просят сделать меня макросъемку. Ну окей, смотрите, на пикселе, во-первых, неправильный цвет получился. На iPhone тоже слишком желтый. Правильный цвет вот на Samsung и на Huawei. Ну и кто же лучше сделал макрофоточку? Ну я думаю, что хорошо сделал ее Huawei. iPhone тоже неплохо. Причем он не засветил вот эту зону. Это прикольно. Ну не знаю, я бы сказал, на самом деле все хорошо справились. Все красиво размыли вот эти фонарики. Так что мне не хочется никого выделять, кроме вот неправильного выбора цвета. Ну и на Huawei вот эта зона и на пикселе чуть больше засвечена, чем у конкурентов. Ну а вот если мы просто взяли и хотим сфотографировать елку. Обращаю внимание, что пиксель и iPhone сделали елку в одном цвете. Она такая немножко стала, немножко пресноватой. На Samsung что-то среднее. И слишком, наверное, уже зеленой она стала на Huawei. Еще одна интересная фотография, здесь много разных источников света. Но на что я хочу обратить ваше внимание, это вот на эту верхнюю зону, которую засветили все, кроме Samsung. Samsung прямо красавчик какой, а? А посмотрите, кстати, пиксель, наверное, хуже всех сделает эту же зону. Она самая засвеченная. Вот так потом и говори про широкий динамический диапазон и прочие бла-бла-бла. HDR+, там и так далее. Будете гулять по Питеру, можно пофотографировать много красивых соборов. Это один из них. Давайте посмотрим, кто как справился, где какие есть засветы. У всех на самом деле все неплохо. У пикселя, опять же, на черных зонах шумы. Шумная картинка, очень серенькая картинка на Huawei. Прям такой грязный получился цвет. Не очень, наверное, красиво. И вот засветы смотрим. На iPhone засвечены колонны, на пикселе более-менее засвечены, на Huawei не засвечены. И на Samsung что-то вот средненькое. И ширик. Опять же, смотрим, какой неширокий у нас Huawei и Pixel неширокий. Samsung и iPhone очень широкие. На пикселе шумы. Все в шумах. Ни у кого не шумов на небе, кроме пикселя. По засветам та же история. iPhone засвечивает. Пиксель вообще самый засвеченный у нас. Samsung тоже засветил. А вот Huawei с этой зоной справился лучше всех. Ну и на Huawei очень крутая детализация. Ну а что же у нас с зумом? А я вам скажу. Значит, у нас везде 10-кратный зум, кроме пикселя. Пиксель больше 7 показать не может. На Huawei и на Samsung зум оптический плюс гибридный. Особенно, наверное, интересна разница iPhone и пикселя. И пиксель, очевидно, проигрывает. А если смотреть, кто же лучше сделал Samsung или Huawei, то на Samsung как будто бы немножко мыльно, а на Huawei как будто бы больше деталей. Не больше, не знаю. Давайте здесь посмотрим. У нас здесь тоже плюс 10 и плюс 7 на пикселе. Круто, конечно, когда есть оптический гибридный зум. Можно делать вот такие фотографии вообще безболезненно. Я говорю сейчас про Samsung и Huawei. Samsung немножко в синее все ушло. Huawei прям беленький, красивый. С надписью, но лучше всех справился Huawei. То есть плохо, но лучше всех. И по детализации. Здесь прямо на Samsung уже пошли шумы. Ну а если такую фотографию сделать в темное время суток, то давайте смотреть. Пиксель и iPhone. Ну, понятно, дело, все слабо. На пикселе меньше всего деталей. А вот если сравнивать Samsung и Huawei, то на Huawei побольше все-таки детализация. Отлично. Все-таки работает пятикратный зум на Huawei. Еще одна картинка важная для зимней истории. Все эти фотки с украшениями. Кто лучше всех получился? iPhone достаточно светлый. У нас пиксель более-менее окей. Samsung тоже светлый. Huawei. Вообще Huawei самый темный получился. И кто у нас лучше всех отобразил Zara? Zara, наверное, лучше всех получилось на Huawei. Но вот по цветам, а именно уловил синий цвет, это пиксель. Ну а делаем фоточку здесь же. Только это уже селфи. Смотрим на фронтальную камеру. Во-первых, засветы сзади. На iPhone меньше всего засветов. Samsung, Huawei засвета много. На пикселе засветов поменьше. В целом, фотка самая яркая на Huawei. На iPhone такая сбалансированная. Темная на Samsung. Достаточно темная на пикселе. Смотрим на детализацию. Почему-то на Huawei вообще у меня практически нет бороды. В целом, наверное, деталей больше всего на... Не знаю, на iPhone что ли? Еще одна селфи-фотография. На iPhone, кстати, опять же не хватает динамического диапазона, чтобы в итоге сделать небо нормальное. У всех остальных оно окей. Разное немножко по цветам. Такое ощущение, что я накрашен. Просто на Samsung вообще дикая накрашенность. Хотя, конечно же, все улучшайзеры у меня выключены. Но это крайне странно. Прямо так подчеркнута борода. Так, ну на Huawei. Huawei мне очень нравится. Прикольная фотография. iPhone неплохо по деталям. Ну и пиксель. Представляете, вот девушка делает фотку. И у нее лицо из вот такого цвета, розового, превращается вот в такое бордовое. Прикиньте, какой ужас. Да, я говорю, девушкам это вообще пиксель вообще не друг. Девушки, если вы сейчас слушаете, напишите, пожалуйста, как вы дружите с пикселем. Короче, Huawei в темноте фоткает плохо, а на свету фотографирует хорошо. Кстати, на iPhone как будто бы губы покрашены. И на Samsung как будто бы губы покрашены. Вообще прикольно. Вот у нас здесь мало света. И, наверное, по деталям лучше всего получился, наверное, Samsung и iPhone пиксель послабее. И Huawei, наверное, самый слабый. Кстати, эта фотография полностью темное пространство было. Я включил ночной режим. И вот что интересное. Давайте, во-первых, посмотрим на картинку. На пикселе у нас хуже все получился вот этот текст. И мне еще нравится, как на Huawei выглядят вот эти деревья. Потому что они на всех остальных выглядят слабее. Не сильно, но слабее. А вот, в общем, картинка на Huawei мне не очень нравится. Потому что здесь внизу очень темно. Самая светлая картинка на пикселе и на iPhone. И последняя фотография. Ночной режим. Давайте смотреть. Ну, первое. У нас самый белый-синий снег получился на пикселе. Все остальные более желтые. Давайте посмотрим по деталям. У кого деталей меньше всего? Ну, на самом деле, я бы сказал, что здесь хорошо справился iPhone. Вот, судя по вот этой березе, мне кажется, что она получилась лучше всех. Лучше, чем на Samsung. На пикселе сложно сказать. По-моему, похуже. Huawei. Какая-то каша, честно говоря, на Huawei получилась. А вот если посмотреть, например, на засветы, то на пикселе засветы есть. На iPhone, на Samsung нету. И на Huawei засветы есть. Но, в целом, все, конечно, справились хорошо с поставленной задачей. Ну, короче, по фронталке. Что можно сказать? Пиксель не является королем фронталки. Сложно даже сказать, кто здесь является королем фронталки. В целом, друзья, мы с вами отсмотрели огромное количество фотографий. Интересно узнать теперь ваше мнение. Своё мнение я уже сказал. Так что давайте переместимся в комментарии и обсудим увиденное. Итак, друзья, ну что вы скажете? Пиксель пятый. Смог ли он повороть самые крутые флагманы 2020 года? Стоит, кстати, пиксель, напомню, 700 долларов там за границей. В целом, это дешевле, чем все остальные смартфоны. Но, собственно, вы знаете, в нём и не флагманское железо. Интересно узнать ваше мнение по поводу одного из самых крутых камерафонов 2020 года. Напишите в комментариях, там и увидимся. Ну, а меня зовут Фил. Я очень надеюсь, что видео для вас было полезным. Обязательно подписывайтесь на канал. У нас впереди много всего классного. И самое главное, конечно же, поставьте лайк. Всем вам большое спасибо. Это Честный Блог. Не болейте. И пока.